МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Информационный час на телеканале эфир. Продолжает хроника происшествий в студии Ольга Лаврова. Девушка-продавец круглосуточного цветочного магазина едва не сгорела заживо, когда неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в витрину павильона. С наступлением дня всех влюбленных в цветочных магазинах ожидался наплыв посетителей. Случайно ли выбрали поджигатели столь знаменательную дату или нет, пока неизвестно. По словам милиции, бросили бутылку с резином. Хорошо, что продавец выскочил. Вот двух словах. Когда вокруг все вспыхнуло, продавец успел выскочить на улицу и не пострадал от огня. Но не от ложку все же на место происшествия пришлось вызвать. Стрессная ситуация на хозяйке. Огонь в считанные минуты охватил павильон целиком. По жарным расчетам, которые приехали на место происшествия, спасти магазин не удалось. Он сгорел дотла. Местные жители думают, что подобным образом кто-то попытался избавиться от конкурента. Может конкуренции. Вон цветы, вон цветы. Сколько тут одни цветочные ларьки. Вон цветы. Из-за этого, может быть, не знаем. Истинные мотивы поджигателей, впрочем, как и их личности, теперь предстоит установить полицейским. С 4-х метровой высоты сорвался рабочий на Горьковском шоссе. По предварительным данным, мужчина очищал снег с крыши дома. Подъехавшие на место медики диагностировали у пострадавшего ушиб головного мозга и перелом позвоночника. Мужчина был госпитализирован в 15-ю градскую больницу. Стало ли причиной происшествия несоблюдение техники безопасности, сейчас выясняют полицейские. В поселке Юдин в огне пожара погиб мужчина. Соседи заявили, что беспокойный жилец появился в их доме совсем недавно, и с тех пор они ожидали беды. Тело погибшего сильно обгорело, что, по словам пожарных, говорит о том, что пламя долго распространялось незаметно, в пределах одной комнаты. Огонь успел набрать силу, отсюда и огромная температура горения. Но вскоре пламя вырвалось наружу. У меня сын увидел, мама говорит, смотри, там тоже пожарный, скорая помощь, мы думали, у нас, может, в нашем доме оказался здесь. Большинство жильцов дома, как только узнали о пожаре, успели выйти на улицу, но некоторым людям путь к спасению был отрезан. Как рассказали жильцы второго этажа, они не рискнули пробиваться из своих квартир на свежий воздух сквозь пелену едкого дыма, который заполнил подъезд. Сразу вызвал пожарную, все. А там же остальное из окна поливал, как мог, и все. Многие люди живут в этом доме не один десяток лет. Но они говорят, что жильца квартиры на первом этаже, в котором случился пожар, они практически не знали. Честно говоря, они там селились, не знаю. Алкоголик там он, алкоголик. Я вот соседи боюсь. Вдруг мало ли что, мало ли что. Сейчас ведь, знаете, все пьют. Вот из-за этого всегда я боюсь. Я даже по ночам, если где-то хлопает, я уже стою, смотрю. Что на самом деле стало причиной возгорания, еще выясняется. Но, как говорят пожарные, скорее всего, алкоголь в данном случае сыграл свою рукавую роль. Мужчина погиб накануне вечером, получив удар током в несколько тысяч вольт. Все произошло недалеко от железнодорожной платформы восточный парк в поселке Юдина. По одной из версий, мужчина забрался на крышу вагона, стоящего на путях состава, и был убит электрическим разрядом. Спортивный седан «Ягуар» и «Лада Калена» не смогли разъехаться на перекрестке улицы Короленко и Волгоградской. По словам водителя отечественного автомобиля, вина девушки, управлявшей иномаркой, в данном случае очевидно. Машины двигались по улице Волгоградской друг к другу навстречу. На перекресток выехали практически одновременно. Если водитель Калина говорит, что двигался на зеленый свет, то логично предположить, что и «Ягуар» тоже выехал на разрешающий сигнал светофора. Но водитель иномарки, совершая маневр левого поворота, должен был пропустить «Ладу», которая ехала прямо. После столкновения обе машины развернуло и отбросило к разделительному газону. Машина сильно вводилась. Как оцениваете? Оценивать-то нормально. Не надо быть специалистом, чтобы понять, что ремонт «Лады» обойдется в разы дешевле, чем восстановление в автосервисе иномарки бизнес-класса. Хотя если «Ягуар» был застрахован по полюсу «Каска», то это несколько облегчит жизнь ее владельцу. После перерыва мы продолжим. Оставайтесь с нами. Рано утром на проспекте Ямашево перевернулся автомобиль «Шкода». По словам водителя иномарки, он двигался в сторону парка «Победы». Внезапно его машина стала неуправляемой и ее выбросило вправо. Иномарка врезалась в металлический забор и перевернулась. Мужчина, находившийся за рулем, не пострадал и считает, что причиной аварии стала неисправность ходовой. А на улице Восстания дорогу не поделили сразу три автомобиля. По предварительным данным, аварию мог спровоцировать водитель «Шевроле Лачете», который не выбрал безопасную дистанцию. По мнению владельца 99-й «Лады», основной причиной аварии стало превышение скорости водителям «Шевроле». Судя по повреждениям обеих машин, удар был достаточно серьезным. Взад ехал за несовлетение станции. Скорость, наверное, у него виноват тоже немало. В момент удара автомобиль «Вис» ехал во встречном направлении. Уйти от столкновения с «Ладой» мешал плотный поток машин. Водитель уверен, что от серьезной аварии его облегло то, что сам он ехал с допустимой скоростью. Несмотря на это, ушибы получила беременная пассажирка Нивы. Подъехавшие медики увезли девушку в больницу. Влетел Лачете, влетел в 99-й, ее развернул и на меня выкинул на встречку. Я даже не понял, что произошло. Ехал в 50 км в час. Водитель «Шевроле» от комментариев отказался. В личной беседе с сотрудниками ГАИ мужчина пояснил, что авария могла произойти по вине водителя 99-й «Лады», который якобы пытался развернуться через две сплошные линии. Так это или нет, выяснится при дальнейшем разборе ситуации в ГАИ. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами такого не случилось. Но эфир продолжит темы. Сергей, добрый вечер. Здравствуйте, Ольга. Из Казани в Таиланд на велосипеде. И все ради любимой девушки. Самым романтическим возлюбленным в день Святого Валентина. Познакомимся прямо сейчас. Не переключайтесь. Продолжение следует.